всем привет дорогие друзья с вами я жакей и в этом видео я решил поделиться с вами своим обзором на компьютерную игру под названием и карус но перед началом хочу поблагодарить всех тех кто ставит лайки оставляет комментарии большое спасибо также с каждым днем мы все ближе к отметке 3000 подписчиков что не может меня не радовать это очень круто а еще я вас приглашаю на свой канал на твиче где мы проходим различные игры общаемся и весело проводим время успеть стать одним из первых зрителей и получить особый вип статус пользователя ссылочка будет в описании и так начнем по порядку на площадке steam игра закреплена в таком разнообразии жанров как экшен приключенческие игры и симуляторы нам же я думаю привычнее будет называть ее просто сурвайвалом или выживачом и карус разрабатывает команда настоящих ветеранов жанра симулятор выживания и студии rocket works а также именитого разработчика дина холла создателя daisy на данный момент рекомендуемые системные требования этой игры это процессор а и 7 9 700 32 гигабайта оперативной памяти видеокарта nvidia rtx 3060 ti подключение к интернету и 70 гигабайт на жестком диске казалось бы хрена себе системные требования мы чё в космос лететь собираемся ну почти эти рекомендуемые системные требования заявлены разработчиком но это вовсе не значит что эта игра не пойдет на более слабом железе целом и карус представляет из себя сессионный симулятор выживания в жанре пве для компании до 8 человек режим одиночной игры также присутствует игра похожа на такие известные мне игры как форест вальхейм раст грин хелл также мне говорили что и на новый мэн sky и другие менее известные проекты ну и в описании этого видео вы сможете найти ссылки на официальный сайт игры дискорд группу и другие ресурсы проекта и так о чем игра так получилось что купив игру на планете зверя и зайдя в нее вы автоматически становитесь старателем находящимся на орбитальной станции там где-то под нами нас ждет суровый икар величайшая ошибка в истории человечества почему об этом узнаете чуть позже ну а мы отправляемся сюда за богатством нам предстоит разведать его в дуале поперек занимаясь собирательством растений изготовлением орудия труда которая как раз таки пригодится для собирательства более ценных ресурсов и также оружие для охоты чтобы защищаться от враждебно настроенных обитателей икара в общем нам предстоит пройти непростой путь от голых рук до высокотехнологичных технологий уж поверьте в этой игре в плане веток для изучения оборудования чертежей и умений персонажа вам должно хватить сполна а также вам здесь не прожить без крепкого убежища в общем строить дома и дворцы тут тоже можно более того у нас будет ограниченное время добыть весьма ценные ресурсы и вернуться на орбитальную станцию и в этом нам будут мешать обитателей кара а также различные погодные условия и периодические стихийные бедствия в виде бурь гроз молний засух ливней и другого после успешной вылазки выжившие возвращаются на орбиту и используют добытую экзоматерию для разработки новой аппаратуры чтобы предпринять еще более рискованную вылазку снова приобретенными знаниями тем же кто не сумел вернуться суждено сгинуть без вести в свое время икар планировали превратить во вторую землю но после неудачной попытки терраформирования его атмосфера стала ядовитой и человечество оставило надежду колонизировать новую планету икар стал вечной темой для шуток символом самонадеянности человека который дерзнул замахнуться на недосягаемое однако ктенобиологи выяснили что причиной неудачи стала так называемая экзоматерия и тогда интерес к кару проснулся вновь открытие бессонословно дорогого ресурса положила начало настоящей лихорадки и к росту политической напряженности на земле и на икар потянулись старатели жестокий пве мир икарус кажется готов на все чтобы вымотать вас до предела и уничтожить физическую ядовитая атмосфера опасные животные жестокие бури характеру икару не занимать вам придется планировать свои действия будь то строительство убежища поиски кислорода выслеживание дичи и заготовка припасов в дорогу и ежесекундно просчитывать ситуацию на несколько шагов вперед вас ждет обманчиво знакомые но все же чужой мир отряду старателей разрешено проводить работы на богатом ресурсами участке площадью более 64 квадратных километров с разнообразными природными условиями и множеством неприметных закоулков чтобы выжить положитесь на доступные ресурсы здесь можно срубить каждое дерево и разломать любой валун кроме скалы самодельные инструменты постройки и механизмы помогут вам выстоять в экспедиции на поверхности кара и добиться заданной цели накапливайте опыт пребывания на планете осваивать уникальные навыки и развивайте полезные таланты вернувшись на орбиту с редкими ресурсами вы сможете разработать более продвинутое оборудование выберите какие навыки развивать и что из новых разработок взять следующую вылазку чтобы быстрее выполнить поставленную задачу преодолеть большее расстояние автоматизировать производство или просто повысить свои шансы на выживание в этом вопросе не может быть мелочей время которое вы проводите на икаре строго ограничено не забывайте смотреть на часы и цените каждую секунду продолжительность сессии выбираете вы пары часов до дней или даже недель берегитесь если не успеете вовремя добраться до челнока который доставит вас на орбитальную станцию возвращаться за вами никто не станет при желании вы сможете выделить время на строительство постоянной базы каждая вылазка преследует определенную цель достичь которой требуется за отведенное время но как именно действовать решаете только вы залог успеха это ваш персонаж изучайте особенности чужой планеты сталкиваетесь новыми опасностями и заставляете себя раз за разом выходить из зоны комфорта осторожные выживут но удача благоволит отважным тех кто готов рискнуть всем ждут новые таланты технологии и экзоресурсы а вы готовы бросить вызов и кару в целом я могу согласиться с тем что звучит все это очень круто но по факту о реализованном мы сможем узнать только в момент релиза который должен состояться 21 ноября 2021 года а пока мы все вместе можем следовать по их руад мапу бета векендов которых нам дают попробовать некоторую механику и геймплей с различными суровыми погодными условиями и стихийными бедствиями а также климатами а на этом собственно мой небольшой обзор и подходит концу всем кому понравилось это видео ставьте лайк пишите комментарии что вы думаете об этой игре насколько она будет интересный по крайней мере я уже попробовал поучаствовал некоторых бета векендах и мне она очень понравилась уверен что после релиза буду в нее играть а также сделали не один ролик по этой игре ну а также желаю всем отличного настроения не скучайте не болейте с вами был жакей заглядывайте ко мне на twitch канал подписывайтесь и всем до скорых встреч всем пока а а а